Приветствую всех! Рада вас видеть на своем канале. Изначально хочу поблагодарить всех за поздравления, которые я получила на свой день рождения. Если честно, я не планировала афишировать. Почему? Потому что не было у меня как-то желания праздновать этот день. Но в любом случае, я благодарна всем, кто меня поздравил. Также хочу поблагодарить всех, кто прислали донаты в честь моего дня рождения как подарок. Для меня это было сюрпризом и одновременно было очень-очень приятно. Прежде чем мы начнем, хочу пожелать всем отличной недели. Пускай она будет теплая, пускай она будет наполненная приятными сюрпризами. Побольше позитива, улыбок. Это то, что нам необходимо всем на данный момент. Ну а мы с вами сегодня посмотрим тему, которая, если честно, не очень любит смотреть темы касательно финансов и касательно профессии. Но все же я пробую делать и такие расклады тоже, потому что лично мне они интересны. Вот. Позиции перед вами, вы видите, голубой, красный, зеленый камешек. Первая, вторая, третья позиция. Напоминаю, что по пятницам я выкладываю Блиц в разделе сообщества. Кому достали мои напоминания, вы можете просто нажать на колокольчик под видео и выбрать все оповещения. Тогда к вам будут приходить не только оповещения касательно моих роликов новых, но и статей и любых действий на моем канале. Вот. Ну, давайте приступим. Так. Позиция номер один. Голубенький камешек. Первый вопрос. Какая профессия подходит для раскрытия ваших талантов? То есть, что это за профессия, либо с чем она связана, которая помогла бы вам раскрыть ваши таланты? Королева Жезлов. Что это за профессия? Во-первых, это профессия, которая связана с коммуникацией, так или иначе. Королева Жезлов это очень яркая личность, общительная, позитивная, готовая, так же как и король Жезлов, принимать кардинальные возможные решения, брать на себя ответственность, имеет лидерские качества. Поэтому любая профессия, в которой есть все перечисленные мною выше качества, поможет вам раскрыть свои таланты. Но вообще акцент мы делаем больше на коммуникацию. Причем Жезлов у нас ответственны еще и за развитие. Поэтому все, что поможет как-то в общении с людьми через передачу каких-то знаний, для того, чтобы как-то человек рос, это тоже будет в плюсе. Еще какая профессия подходит? Аркан справедливости. Ну, все, что связано, безусловно, с справедливостью, кроме того, что это какие-то, может быть, юридические профессии, так же это и все, что связано с законом. Так же это могут быть профессии, в которых необходимо как-то просчитать причину-следственной связи. Либо это те профессии, которые помогают, если мы уберем как вспомогательные профессии, которые помогают клиентам увидеть, в чем была причина тех или иных его поступков в действиях. Так же это те профессии, которые помогают человеку, возможно, определиться с его дальнейшим путем. То есть здесь какие-то больше идут глобальные профессии. Глобальные, что я подразумеваю по словам глобально, это то, что помогает другим людям, не в каком-то вот конкретно одном решении, да, а это, скорее всего, как-то вот на перспективу, да, то, что, возможно, может изменить как-то мировоззрение другого человека. То есть это может быть также, например, там, я не знаю, какие-то мотивационные моменты, но они однозначно повлияют на дальнейший ход другого человека. То есть это не профессии, где вы можете что-то создавать руками, либо это творческое. Нет, здесь больше идут лидерские качества, я бы так сказала. И те качества, где нужно вести людей за собой, либо нести какую-то ответственность. Так, давайте теперь, вот эти профессии, да, они помогут вам раскрыть ваши таланты. На всякий случай я посмотрю, что у вас тут за таланты, аркан шута. Вообще, на самом деле, у вас очень много талантов, потому что шут на древе жизни, это аркан, который выходит из сферы кетер. Кетер – это огромный потенциал. Это, если говорить языком трансферфика реальности, да, Зеланда, то это как раз-таки пространство вариантов. То есть это та область, откуда появляется и в которой есть абсолютно все. Поэтому, исходя из этого, я могу сказать, что если мы говорим о талантах, у вас огромный потенциал, набор, оно все будет зависеть от того, как вы будете реализовывать. Почему? Потому что здесь может… То есть человек, во-первых, он с огромным багажом, может быть, это багаж прошлого в этой жизни, либо это вообще багаж прошлых каких-то воплощений. Таланты здесь связаны, опять-таки, если мы говорим про интеллект, то здесь умение смотреть глобально на ситуацию, рассматривать ее под разными углами, да, то есть вот такой, я бы сказала, неординарный и очень беспокойный ум. С другой стороны, вопросы свободы, да, ранее мы говорили про профессию, связанную с законом, либо там, где используются какие-то правила. Вот здесь он очень ярко проявлен, потому что шут у нас говорит про свободу, как свободу действий, так свободу мышления, либо свободного какого-то вне рамок мировоззрения. Также шут у нас говорит про общение, да, но общение здесь, оно какое-то, знаете, не слишком глубокое, такое достаточно поверхностное, с дольками, может быть, юмора, да, либо каких-то шуток, но при этом шут, он всегда эрудированный, да, он всегда начитанный человек. Поэтому знания здесь есть, но они, как правило, по верхам, без каких-либо углублений. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вы можете заниматься очень многими вещами, да, и от вас будет зависеть то, что вы выберете, если вы захотите в эту сферу углубиться, вы сможете. То есть здесь как будто бы человек, у которого очень много разных талантов, но, как правило, все они имеют, опять-таки, акцент на интеллекте, на то, что связано с мыслями, да, давайте вот так скажем. Так, давайте теперь посмотрим, а какая профессия подходит лично вам для заработка больших денег? Потому что иногда пишут, да, вот я хочу еще и деньги зарабатывать. Вот какая профессия вам подходит для заработка денег? Двойка мечей. А та профессия, в которой вы, ну, либо есть необходимость концентрации, на чем именно? Аркан повешенного. Концентрация, знаете, на чем? На каких-то вещах, которые, я не знаю, может быть, когда это не видно большому количеству людей. То есть здесь идет концентрация энергии, во-первых, на соединение двух противоположных сил, а с другой стороны, когда можно рассматривать некую такую ситуацию, да, либо услуга, которая будет подсвечивать клиенту те вещи, которые он самостоятельно не мог бы увидеть. Аркан повешенного говорит другая точка зрения, да, и, кстати, у вас есть этот талант, да, по аркану Шута, да, тоже иная, инновационная какая-то точка зрения. То есть там, где нужно фокусироваться на другом взгляде, я бы так сказала. Либо, просто у вас есть такая способность, вы видите то, что не видят другие люди, либо видите обратную сторону медали, либо вы видите, вот я говорила, вот это вот глобальность, да, то есть вы видите многогранную ситуацию, и вы можете показать людям это. То есть показать то, на что они самостоятельно никогда бы не обратили внимания. Еще какая профессия подходит для заработка больших денег? Восьмерка педагли говорит о том, что любая профессия, в которой вы станете, ну, условно говоря, мастером, может принести вам большие доходы. То есть та профессия, которую выберете вы, и будете в ней совершенствоваться. То есть, это, причем здесь ключевой момент, эта профессия, она должна вам нравиться. Даже если она своего рода однообразна, когда есть очень много повторений, но ключевое здесь восьмерка педагли, это то, что человек, который кует эти педагли, они между собой, возможно, и похожи, но он делает это с любовью. То есть он это делает, как говорится, не из-под палки, не по принуждению. Ему это нравится. То есть та профессия, в которой можно совершенствоваться, та профессия, в которой есть некий такой рост, есть к чему расти. Еще шестерка мечей. Как раз-таки, опять-таки, обращаю ваше внимание, что это опять мечи, опять промыслительный какой-то процесс. Та профессия, которая помогает людям двигаться дальше. Еще раз скажу, это может быть мотивация, это может быть выход из какой-то сложной ситуации. Например, если это юриспюдент, то это будут, например, адвокаты в сфере разводов, то есть которые помогают людям двигаться дальше после развода. То есть как-то что-то делать. Либо вот когда берешь опеку над ребенком, то есть что дальше должна делать после развода, после какой-то критической либо кризисной ситуации, когда нужно двигаться дальше. Либо там, я не знаю, помогать людям в передвижении, там, я не знаю, с переездами, приобретение, возможно, чего-то нового. То есть вот у меня здесь идет, что могут быть и риэльторы. Что еще? Здесь работа, она может быть и по удаленке. То есть это не обязательно ваше физическое присутствие. Но при этом здесь будет очень много переписки, очень много через сообщения. То есть я могу предположить, что вы будете работать онлайн, но это не просто работа какую-то. вы знаете, взяли какое-то дело, и его нужно будет, ну то есть сделали и передали. То есть здесь не в два раза. Здесь очень много будет переписки, уточнений, там, переговоров, вот какие-то такие моменты, сообщения. В том числе здесь может быть и даже некое такое наставничество. Это то, что вы можете на чем зарабатывать и большие деньги. Опять-таки большие деньги у каждого свое понятие, но в общем об этом. И давайте посмотрим последний вопрос. А какой профессии вы бы хотели заниматься? И мне кажется, что вот из этих трех вопросов вы уже сможете сложить для себя какое-то понимание, куда вам идти, в чем вам развиваться или возможно вы уже развиваете. Итак, в какой профессии вам бы хотелось развиваться? Вот Аркан Император как раз-таки тоже говорит, видите, во-первых, про коммуникацию, причем, знаете, такая действительно серьезность должна присутствовать, должна присутствовать некая такая ответственность, да, то есть, причем Император у нас говорит не наемная работа, а самостоятельная, да, то есть здесь предпринимательство, если я правильно говорю, да, менеджеры, но старшего звена не среднего, то есть люди, у которых, у которых имеют энное количество подчиненных, да, то есть здесь не важно какое, опять-таки, то, что мы говорили в самом начале, да, лидерские какие-то качества, которые у вас есть, но здесь вам нравится работа, чтобы она была такая достаточно серьезная, что я подразумеваю, в которой есть ответственность, знаете, когда вы взаимодействуете с людьми, которые вас понимают и выполняют, условно говоря, с одной стороны, возможны ваши приказы, а с другой стороны, когда даже если вы в вашей работе присутствует некое такое делегирование, то вас слышат, потому что император, он не потерпит того, когда, я не знаю, работа не выполняется вовремя, да, либо кто-то отлынивает, здесь будут очень вообще серьезные проблемы, если вдруг в подчтении у императора будут такие люди. С другой стороны, император очень требовательный, да, может быть, в некоторых степени жесткий, даже жестокий, особенно если рамки поджимают, но он тот человек, который, если он видит, что его подчиненные не справляются с нагрузкой, он может засучить рукава и вместе с ними работать, но не за них, а вместе с ними, это очень важно. Дальше это работа, в которой есть определенные границы, то есть, когда у человека четко прописаны его обязанности и человек несет именно ответственность, я уже повторила, говорила про это, повторюсь, еще раз скажу, это очень важно, когда человек, слово, да, это вот прям, хочется сказать, такие мужские качества, да, мужик сказал, мужик сделал, вот здесь вот про это, но здесь могут быть опять же, такие больше организационные моменты, да, то есть, человек-хозяин, не важно, чем вы занимаетесь, важно, что в вашей профессии все должно быть по полочкам, все конкретно, все ясно, то есть, то есть, человек, который, ну, вот хозяин, как мы говорим, хозяин своей жизни, да, здесь вот хозяин своей профессии, даже если вы вдруг будете работать на наемной работе, да, вот вам будет свойственно убирать свое рабочее место, складывать все бумаги, там, если с бумагами работаете, по порядкам, подшивать их, да, все должно быть конкретно, по датам, ясное, вы не потерпите какого-то хаоса, беспорядка, вот здесь вы даже требовательно будете к себе, так, еще, какой профессией вы бы хотели заниматься, аркан мира, вот он краски подтверждает, как шута про глобальность, так и шестерку мечей, да, некое расстояние, то есть, вы бы хотели заниматься той работой, где, с одной стороны, присутствует такая гармоничная, по крайней мере, атмосфера, для вас это важно, либо возможность, чтобы вы создавали гармонию на своем рабочем месте, а с другой стороны, здесь присутствует, вот как раз таки, удаленка, то есть, вот онлайн, то, что я говорила, вам это будет комфортно, вам, опять-таки, и у вас в навыках, я говорила, по аркану шуту, чувство свободы, да, то есть, и именно вкупе с императором здесь речь идет о том, что вам сложно будет работать на кого-то, почему, потому что вы не любите, когда вами командуют, вы предпочитаете, не то, чтобы командовать, а сами, вы очень четко можете исполнять любые приказы, да, если я правильно говорю, то есть, вам не надо разжевывать сто раз, да, вам достаточно обозначить задачу, да, и дальше даже контролировать вас не надо, вы все самостоятельно сделаете, то есть, вы такой вот, именно ответственный, работящий человек, но вам сложно будет в подчинении, потому что вы будете очень быстро скучать, поэтому Аркан Мира, с одной стороны, говорит о том, что вы, вам необходимо чувство свободы на работе, но опять-таки, не от ответственности, а вот, возможно, в графике, да, тема графика, то есть, чтобы вы выстраивали график так, как вам удобно, чтобы он был, вы достаточно работоспособные люди, то есть, у вас нету таких моментов, что, например, если надо закончить какую-то работу, вы будете от нее отлынивать и говорить, что нет, сверхурочно, если мне не заплотите, да, я не буду работать, то есть, для вас вообще такой вопрос не стоит, надо сделать работу, вы сделаете, вы можете даже наоборот быть в некоторой степени трудоголиком, если это надо для дела, вот вы такой человек, когда ради, хочется сказать, как раньше было, да, в бывшем СССР, за партию, за родину, вот там, я не знаю, колхозные пятилетки какие-то, вот надо, вот это вот, вот это вот, ваша тема, если у вас есть такая цель, что надо, вы это будете делать, но надо опять-таки не для кого-то, а только тогда, когда вы поймете, что это надо, я не знаю, во имя чего-то, да, вот для вас, вот эта вот глобализация, она важна, да, то есть во имя чего-то, то есть я не просто делаю, а потому что, допустим, я являюсь частью какой-то команды, и вот на мне лежит доля ответственности. с другой стороны, какая, какой работой вы хотели бы заниматься? Ну, аркан мира всегда говорит, например, про дипломатию, и в контексте с арканом справедливости, то, что я говорила ранее, это очень хорошо проявлено, либо там, где есть эти качества, где нужно проявлять, например, если это, я не знаю, общение с клиентами, да, либо заключение каких-то договоров, то вот здесь чисто такое дипломатическое, вам нравится, да, когда надо с кем-то договориться, прийти к общему знаменателю. Также здесь миротворческие качества, да, то есть все, что связано с духовным развитием, я говорила ранее, вот вам бы это очень-очень нравилось. Ну и конечно же там, где есть мир, любовь и швачка, да, то есть там, где есть гармония, там, где есть спокойствие, также здесь могут быть переводчики, то есть, кстати, Аркан Шута тоже говорит про знание нескольких языков, да, то есть вы можете вкупе с Арканом мира работать как переводчиками, да, причем переводчик не обязательно с одного языка на другой, и можете, например, работать переводчиками, там, не знаю, с древнерусского, да, там, на новорусский, либо, ну, то есть в языках, то есть, как этот, филолог, да, филолог, но где есть разные диалекты, да, то есть это, возможно, один и тот же язык, но присутствуют разные диалекты. Вот здесь такое тоже может быть. Что еще? Какой профессии? Ну, помимо онлайн, да, здесь может, могут быть какие-то очень дальние, правда, не всегда, не велика вероянность, то есть это, например, не то, чтобы мореплавание, да, какое-то, куда-то ездить за границу, но как поездки, да, вам, возможно, было бы интересно. Опять-таки, я уже говорила, возможно, здесь еще какие-то туристические офисы, да, связанные с поездками куда-то за границей. Опять-таки, по аркану императора организационный момент и организовывать какие-то поездки, причем мне, либо это, либо это самолет, либо это море. Я не вижу здесь, чтобы это были поезда, а вот именно море. либо море, либо по воздуху. Опять-таки, например, в рамках профессии здесь может быть вот умение организовывать, то есть смотрите, аркан мира, что может говорить, умение организовывать разные ретриты, то есть там, где люди будут, например, наполняться, получать какие-то знания, да, связанные там с духовностью и где есть присутствие, например, гармонии и взаимодействия с природой, то есть это не просто ретриты, а это, например, ретриты в какое-то очень красивое место, либо место силы, либо место, которое вот очень воодушевляет, где человек может успокоиться. Может быть, у вас, опять-таки, как профессия, если есть возможность сдавать там квартиры, дома, но они должны быть на природе, где туристы приезжают для того, чтобы отдохнуть, но не так, чтобы искупаться, а вы знаете, вот куда-то в горы, я не знаю, в горы, в степи, опять же, какие-то, возможно, организовать какие-то экстремальные, там, я не знаю, поездки, куда-нибудь там в степи, не знаю, в пустыне, ну, нетрадиционно, не так, куда ездят обычно люди на отдых, да, на море, на острова и так далее. Вот такой у меня был для вас расклад единички, пишите свою обратную связь. Здесь, на самом деле, не столь важно, чем вы занимаетесь, насколько важно, чтобы вам это нравилось, чтобы все было честно, по справедливости, чтобы каждый нес ответственность за свое дело. Но вам очень будет сложно работать в какой-то организации, потому что вы так или иначе будете выделяться, и когда вы будете выделяться, вот так или иначе вас будут выбирать по карьерной лестнице, вы будете расти, либо, как минимум, вам будут давать больше обязанностей. Так, позиция номер два, красненький камешек, двоечки, приветствую вас, смотрим, какая профессия подходит вам, для раскрытия ваших талантов. Аркан вселенной. Сразу хочется сказать профессии, которые связаны с энергетикой и с танцами, да, то есть любые танцы, это могут быть восточные танцы, это также может быть, шаманизм является профессией или нет, там, где есть бубенчики, я не знаю, что это значит, может быть, на ноги одеваете какие-то специальные повязки, пояса, не знаю, с бубенчиками, поэтому все, что связано с танцами, все, что связано с йогой, все, что связано с какими-то дыхательными практиками, вот как-то больше к востоку у меня идет, с энергиями, если это медицина, то это нетрадиционная медицина, это могут быть, например, там, я не знаю, костоправы, это могут быть, там, по японской системе, где лечу, там, как этот, точки нажимают на теле, определенные, то есть, здесь все, что связано с востоком, не знаю почему, но все, что связано с востоком, так или иначе, искусствоведение, да, такое тоже может быть, либо профессии, то, что связано с картинами, но опять-таки, это не Европа, это восток, в том числе, изучение культуры, истории, религии, но вот все, что связано с востоком, еще, какая профессия подходит вам для раскрытия ваших талантов, любая профессия, в которой можно будет обучаться, то есть, начинать эту профессию с самого нуля, с самого начала, когда вас берут в подмастерье, то есть, вам нравится очень обучаться, вот я говорила про религию и вывел у нас Ярафант, профессия может быть, с одной стороны, связана как-то с религиозным каким-то направлением, то есть, изучением древних религий, с другой стороны, все, что связано с древними писаниями, все, что связано с традициями, мне почему-то здесь идут археологи, все, что связано с раскопками, и все, что связано как-то с культурной деятельностью, я не знаю, например, национальные танцы, либо изучение того, как славяне раньше, например, разговаривали, вот язык, какие у них были традиции, танцы, какие праздники были, здесь вот как-то все, что связано с культурой, с культурой, именно которая передавалась как наследие. Почему-то здесь идет то, что, если мы говорим про документы, вы работаете, здесь про родословную, то есть, возможно, вы работаете либо как в библиотеке, либо в каком-то учреждении, в котором можно понять, откуда берет корни ваша фамилия, вот есть такие услуги, да, родословные понимания, да, понять, например, что означает ваша фамилия, откуда она берет, либо все, что связано с семейными ценностями, ну, элементарно, там, я не знаю, в ЗАГСе можете работать, то есть, то, что связано с семьей. здесь может быть, например, даже тоже как-то сейчас это услышится как-то стрёмно, но вот, какая-то секта, но она как-то, я не знаю, староверцев, вот, либо что-то, что связано с какой-то общиной, пускай это не будет секта, чтобы вас не пугать, с какой-то общиной, там, я не знаю, древнерусский, древнеязычный, не знаю, может быть, какие-то праздники, может, вы просто посещаете эти мероприятия, потому что не идет картинка, где мужчины, женщины одеты вот именно так, как одевались на Руси, да, вот в эти белые или иные рубахи с вышитыми поясами, вот, не знаю, может быть, все-таки, если вы занимаетесь танцами, да, то здесь есть какая-то ветвь именно и вот все, что связано там с Украиной, Белоруссией, вот, в том направлении, но, в принципе, да, мне кажется, что я объяснила, либо что-то связанное как-то с мировоззрением, вот я говорю опять-таки все, знаете, как библиотекарь либо историк, историк, но не просто, не знаю, вот у вас в рамках профессии может быть еще отдельная какая-то ветвь, вот вам, например, нравится, там, я не знаю, изучение каких-то племен, там, там, про Чингисхана, причем не просто историю, а вот именно родословное, да, кто его были родители, почему он стал таким, каким он стал, может быть, вам просто, да, как человеку интересно это изучать, я не вижу здесь географию, но я вижу здесь историю, вот прям нравится, если здесь из-за дета география, то есть я имею в виду, если вы, мне почему-то здесь кажется, что вы учитель, учителем работаете, там, не важно, в школе это, там, в институте, либо частный какой-то преподаватель, ну, вот здесь вот какая-то преподавательская деятельность, либо научно-исследовательская, то есть опять-таки в институте, в университете где-то работаете, либо библиотека, если они еще существуют, вот такие, либо профессии, которые связаны с тем, что я уже описала, эти профессии подходят для раскрытия ваших талантов, дайте посмотрю одну карту, и какие у вас таланты, так же, как я посмотрела по первому варианту, рецепт педагли говорит о терпеливости, во-первых, во-вторых, здесь трудоголизм, да, то есть вот неважно, где вы работаете, если вам это нравится, вы можете работать очень много, прям работа поедает вас, но вы это делаете, пускай с удовольствием, но забываетесь, и очень мало отдыхаете, исходя из этого, да, сразу здесь проблемы могут быть с желудочно-кишечным трактом, и работа, как правило, сидячая, а почему желудно-кишечный тракт, потому что здесь люди неправильно питаются и мало спят, вот, потому что много времени пропадает на работе, если мы говорим про таланты, то здесь вот желание реализовать свои какие-то идеи, правда, не всегда это будет получаться, но именно трудоспособность и терпение, вот это вот два ваших самых сильных конька, не случайно я говорила ранее про обучение, то есть вы можете научиться чему угодно, медленно, правда, идете, но хочется сказать основательно, то есть если вы что-то изучаете, вы изучаете хорошо и надолго, но медленно, правда, но хорошо и надолго, так, смотрим в следующий вопрос, какая профессия подходит вам для зарабатывания больших денег? Аркан влюбленный и девятка жезлов у нас вышло, да? Все, что связано красотой, аркан влюбленных у нас всегда говорит про красоту, всегда говорит про какую-то изысканность, утонченность, поэтому я и сказала, что если вы, например, как искусствовед работаете с картинами, то, например, работа в больших каких-то галереях, причем частного такого характера, не государственного, а вот именно частного, либо создания своей какой-то галереи, где люди могут выставляться, либо это какие-то бутики, то есть неважно, что вы делаете, это должно иметь отношение к красоте и это должно быть штучно, именно поштучно, это не должно быть оптом в больших количествах, но это должно быть поштучно, то есть если вы даже что-то шьете и, например, на одеяние вышиваете, эта вышивка, она должна быть неповторимой, то есть второе такое невозможно сделать, как будто бы на заказ. вот двойственный аркан влюбленных и двойка кубков для уточнения я выложила, он тоже двойственный, то есть профессия, в которой вы сможете зарабатывать, это та профессия, в которой вы будете чувствовать себя гармоничным, то есть это та профессия, в которой не будет внутренней какой-то борьбы, не будет каких-то разногласий, это та профессия, которая будет вас наполнять эмоционально то в которой вы возможно если взаимодействуете с людьми вам должно быть очень гармонично с ними да то есть это как правило и люди единомышленники то есть если вы открываете совместный например какой-то бизнес на я вижу там например две-три девушки женщины вместе да вы должны подходить ходить по состоянию души не столь по взглядам взгляд у вас могут быть и разные но вот внутренние какое-то какие-то общие ценности должны быть обязательно то есть здесь как некий коллектив не знаю вместе там не закрываете консервацию какой-нибудь далее делаете там варенье из каких-то ягод и продаете но здесь это должно быть именно сообща то есть вы должны работать с теми людьми которые вот вам именно по душе единомышленники с которыми вот такие же как вы хочется сказать такие же как вы здесь узнаете вот как люди моды бывают которые не знаю любые дала например либо там пока смотришь и ты понимаешь что вот это вот одежда она не для каждого то есть это не на каждый день это даже не куда-то выйти потому что есть там есть на определенная одежда которая вот именно просто ее показать вот здесь что-то такое идет связаны вот именно с красотой с другой стороны аркан влюбленных говорит профессии которые возможно помогают людям определиться с тем что они хотят но этот выбор он связан с эмоциями это не в общем выбор а это выбор как-то связан с эмоциями если это например что-то связано с продажами то здесь продажи будет основаны не на ценностях она эмоциональном фоне то есть как-то удовлетворить эмоциональные потребности клиента здесь об этом если это предоставление услуг да то есть сфера услуг то акцент опять же таки на им акцент больше на эмоции здесь продажи могут быть основаны на эмоциях не столь на ценностях также девятка жезлов говорит о том что это каким-то образом может быть связано с прошлым но на краске выполнена аркана и рафанта то что я говорила о каких-то традициях да то что связано с прошлым то есть это возможно то что вы уже когда-то сделали это не что-то новое это то что вы уже умеете но по каким-то причинам остановились не знаю возможно страх возможно какие-то сложности были возможно ресурсов не хватало но здесь эта профессия с которой вы уже так или иначе столкнулись но в какой-то момент остановились либо вынуждены были остановиться либо там не знаю сами себя саботировали каким-то образом здесь об этом хорошо какой профессии вы хотели бы заниматься аркан мага хочется сказать быть магом да я бы хотел быть магом вершить и творить и создавать свою вселенную вообще-то по идее вы хотели бы быть сами себе хозяином но исходя из той энергии которые я считываю сам этих карт вам было бы очень сложно потому что у вас нету в характере такой знаете твердости либо умения решать сложные задачи то есть по как минимум вашей команде должен быть человек который будет ответственность за решение какие-то трудности и сложности хоть маг и является таким человеком да но по вашим энергиям я не вижу то есть вы как будто бы больше узнаете хороший исполнитель то есть человек который получает удовольствие от процесса не тот человек который занимается планированием там знаете как-то с кем-то договариваться как замхоз какой-то это вообще не про вас вот если вы найдете для себя такого партнера то будет вообще идеально но в идеале из-за того что у вас нету этих качества вы бы хотели заниматься профессии в которой есть возможность узнаете что-то придумал и сразу реализовал я краски вам и говорила что у вас есть такой навык да когда вы хотели бы реализовывать свои идеи вот вам хотелось бы заниматься такой профессии не знаю вот вам может быть хотелось заниматься умением передавать какие-то знания но вот если честно я вас не вижу в учительстве но вам хотелось бы вот вы можете владеть информацией но как человек который передает именно знания здесь вот очень интересно давайте скорее всего уточним потому что ранее он сказал что возможно вы работаете учителем да но учителем не в плане передачи какой-то информации а здесь например как я сказала там учитель истории либо там учитель по танцам учитель рисования то есть это не не учитель точных наук где вот у меня просто по ощущениям езда может быть за чисто субъективно есть основная как это сказать база знаний да это там не знаю русский язык если мы говорим про школу математика химия физика точные науки да и вот есть как будто во второстепенное но это чисто мое субъективное знаем что кого-то тоже такое есть и второстепенные предметы это вот например как рисование пение физкультура то есть там где не совсем необходимо например сесть подумать когда нету нужды что-то зубрить до что-то изучать то есть там какие-то другие наклонности способности нужны то есть это не химия это не физика где нужно там все запоминать там геометрии и так далее вот это немножко другие а вот вам хотелось бы например передавать если мы возьмем например историю до либо как археолог вот у вас как у человека есть много знаний в этом направлении но передать вы как будто бы у вас не получится не получится в каком плане рассказать конечно же вы сможете да потому что это ваше знание поделиться но у вас нету навыка учительство что это значит это умение понимать ученика до умения в некоторой степени знаете где-то манипулировать находить какие-то подходы к другому человеку умение понимания психологии и то как донести то есть как сделать так даже чтобы например человек захотел вас услышать то есть у вас таких навыков нет вы можете быть хорошим учителем когда к вам приходят ученики осознанной вот они пришли они готовы вас слушать им неважно как вы будете говорить будет у вас там косноязычие запинания лиза и конья неважно что они услышат они приходят к вам за информацией но к сожалению таких учеников не так много и поэтому вам будет очень сложно например в чем сложность передачи информации в том что для вас эта информация понятно а когда вы начинаете перерывать другому человеку ему будет не совсем понятно иногда бывает так что и не интересно не интересными не та информация а формат как вы подаете информацию возможно мне просто стать картинка перед глазами сидит некого такого ботаника который вот кайфует от того что он изучает ему это настолько нравится и с ним это столько окей что если бы сидел с ним какой-то другой человек который был бы более терпеливый на который бы разбирался психологии и слушал бы то он бы обогатил свои знания намного но если с ним будет сидеть какой-то я не знаю средний человек который привык когда ему все разжуют и в голову положит и желательно проглотил бы он не поймет его ему будет скучно ему будет мне не интересно вот здесь вот об этом идет речь у вас нету этих навыков в передаче информации вот как ни странно хорошо еще какой профессии бы вы хотели заниматься то есть здесь показан как раз таки противоположность того что мне идет от расклада то есть вам хотелось бы как то есть на решать какие-то ребусы сложные задачи именно за передача каких-то духовных знаний еще расскажу они у вас есть но для учительства нужны и другие качества которых у вас нету вы сейчас не бежать это не с плохой точки зрения а это иногда нам это и не нужно то есть мы к этому стремимся мы этому хотим того хотим но она нам не нужно еще какой бы профессии вы хотели заниматься пятерка педагли вот смотрите маг пятерка педагли она говорит о том что вы хотели бы помогать людям именно вспомогательные какие-то профессии до решать какие-то трудности сложности если там есть на лечением каким-то уметь выводить людей из кризисной ситуации да как-то вот им помогать указывает на их иллюзии вы хотели бы это почему потому что возможно у вас и есть потенциал и наклонность к этому но чтобы заниматься этим здесь вам придется учиться вот как ни странно даже не столь учиться как переучиваться здесь именно в передаче информации у вас нету навыка но знание у вас есть еще расскажу у меня такое чувство что то чем вы хотите заниматься вообще если быть максимально откровенной это вообще не ваше вы почему-то недооцениваете то чем вы владеете то что вы умеете то что я сказала ранее и поскольку вы обесцениваете это вы стремитесь к чему-то другому не хочется сказать что если вы перестанете смотреть вовне начнете развивать то что вы уже очень хорошо умеете вы будете во первых больше удовлетворены а во вторых вы будете больше зарабатывать но вот здесь вот такое ощущение знаете людей с той категории что вот где-то там права зеленее например вот у того мастера хорошо получается и я так хочу но при этом вы забываете что когда вы сравниваете себя с кем-то вы теряете свою индивидуальность вот вы эту индивидуальность не понимаете вы не осознаете насколько вы уникальны вы ее сами обесцениваете почему потому что у вас нету осознание вашей уникальности а поскольку мы сами себя не ценим но все время хочется быть как тот другой не в точности копия а иметь те же самые блага которые есть у другого человека но вам это не нужно еще расскажу если вот вы как-то думали над этим не нужно развивайтесь в той стезе в которой вы умеете а там где вам если что-то не хватает как я сказал ранее вы можете войти в партнерство найти такого человека который будет ответственен за ту часть который вы хотели бы иметь но и и не имеете и тогда будет очень прекрасный тандем и союз об этом здесь речь так мы с вами переходим позиция номер три зелененькому камешку приветствую троечек давайте посмотрим тройки какая профессия подходит вам для раскрытия ваших талантов туз кубков улыбаюсь потому что все чаще и чаще вижу кубку в маст в тройках какая профессия подходит вам для раскрытия ваших талантов то профессия в которой вы можете раскрыть свои таланты туз кубков об этом говорит профессии в которой есть творчество в которая в котором есть вдохновение профессия в которых а есть эмоции есть присутствует ощущение единства причем единство и навязная с высшим я с какими-то силами высшими здесь могут быть профессии не знаю там где человек например выходит в астрал профессии связаны как-то со сновидением профессии которые направлены на выявление и проявление блокировок эмоционального плана это знаете когда например там есть на и человек стоит на гвоздях и через некоторое время начинает его прорывать на какие-то эмоции то есть прорываются какие-то блоки есть есть проводник который помогает клиенту именно прожить вот эти все эмоции понять их либо например телесные какие-то практики которых очень много эмоций и опять же таки проводник понимает помогает объясняет проводят эти эмоции то есть приводит человека к осознанию через понимание его эмоционального плана также здесь профессии связанные со страхом то есть работа с какими-то блоками либо убеждениями страх страх одиночества и страх непохожести того что меня никто не понимает то есть если здесь идут вспомогательные профессии они будут связаны именно с этим когда вы помогаете людям осознать именно эти аспекты жизни еще какая профессия по пятерке мечей когда присутствует у людей внутренняя борьба основанная на каких-то убеждениях вот интересно да вроде бы вы работаете с эмоциями но как будто бы причина этих эмоций она связана вот именно с прошлым опытом как основанных на каких-то убеждениях здесь об этом речь может быть профессия в которых вы не знаю может быть решаете какие-то конфликтные задачи может быть третейской судья все что идет по разрешению каких-то споров каких-то ссор конфликтах где одна страна другую как-то недооценила тренерство может быть где проходит именно когда вы ведете своих подопечных именно словно говоря к золотым медалям где любой ценой нужно победить где есть какая-то победа либо вы работаете помимо страхов и убеждений с обидами также здесь есть категория людей которые работают именно женщинами а после если вы психолог как реабилитация после насилия либо с людьми которые побывали военных каких-то зонах действиях то есть здесь и нарушена психика у человека но не заболевание психического расстройства там шизофрения и так далее нет а здесь именно в силу каких-то войны действий в силу насилия в силу какой-то несправедливости если вы работаете с подростками то это например опять-таки как буллинг да когда группа подростков да начинает унижать понижать набить одного из членов либо вообще либо членов этой группы да или вообще выбирает себя какую-то жертву и вытесняет на ней свои какие-то негативные аспекты вот это с этим не знаю здесь исходя из того что сказала возможно выйдут и другие профессии которые я не обозначила но суть заключается в этом думаю вы поймете какой у вас талант король жезла по первой позиции у меня были была королева жезла да а здесь король жезлов храбрость мужественность решительность лидерские качества умение ввести людей вперед умение принимать очень быстрое решение разрешение каких-то сложных ситуациях военных каких-то действий кстати здесь военные тоже могут проходить военные мчс на там спасатели тренера спортивные тоже могут проходить здесь талант умение создавать красивое тело потянутая у вас вообще большой такой энергетический запас вот вы выносливые выносливые не в силу терпение терпеливости а выносливые в силу своего энергетического потенциала здесь очень хорошая генетика очень мало люди болеют по сути а могут болеть а из-за того что подавляют свои какие-то желания либо амбиции то есть здесь огонь если его не выпустить дата он может сжечь вас самих да то есть вы единственное здесь почему не показать болезнь и здесь может быть высокая температура это у вас высокая температура тогда вот для вас это сложно а так принципе я не вижу даже каких-то заболеваний но может давление опять-таки высокая просто потому что вы подавляете что-то внутри себя не спрашивайте меня почему я игры про болезнь я всегда говорю то что вижу я то есть я могу начать с одного и перепрыгнуть по другому не потому что я так хочу потому что меня так ведет поток хорошо вот здесь даже из талантов да вы как будто вы можете работать с детьми не совсем маленькими чуть постарше вот от 7 лет и и старше 7 10 не знаю в ков в каком направлении но вот я почему-то вижу детей либо люди 10 к вам тянутся в очень строгий вообще как человек требовать и даже не важно что это дети так смотрим хорошо какая профессия подходит для зарабатывания больших денег такая профессия подходит для на зарабатывания больших денег интересный момент двойка педагли тройка мечей и пятерка жезлов выпали профессия где есть во-первых конкуренция потому что для вас вот прям необходим вот этот стресс вы чувствуете себя знаете вот этот вот азарт конкурентность когда она подстегивает вас то есть она не дает вам расслабляться на все время держит вас в тонусе поэтому вот профессии где вы можете быть в тонусе где возможно есть какой-то мозговой штурм я не вижу вас в профессиях вот именно где надо много подумать не потому что у вас отсутствует это а потому что здесь вот как будто бы люди больше те которые работают руками руками телом ну вот допустим если это интеллектуальная работа она будет где-то вот на втором на третьем это является ну не основной частью вот вы как будто бы больше работаете как-то на инстинктах я не знаю может быть инструктор по выживанию да а либо какие-то лагеря пионерский как так сейчас называют вот именно где обучают детей вот именно выживание там я не знаю в лесу в горах вот что-то такое там где вы работаете с инстинктами либо опять-таки спорт если спорту это понимаете это не просто какой-то там я не знаю а это может быть например как их называют не пауэрлифтер а я не знаю например там векатлон или пендатлон то есть где очень много разных дел надо сделать за раз там и бегать и плавать и что-то таскать что-то поднимать через что-то перепрыгивать какие-то такие знаете профессии хочется сказать ну спортивные какое-то новое веяние на дни то что то что новое придумывание микс микс чего-то но эти профессии они должны быть какие-то огненные с другой стороны это профессии где вы либо вы находитесь гармонии либо вы приводите человека гармонии после разбитого сердца тройки мечей нет кости что вы как будто бы закачиваете энергию в человека например там едино если вы все-таки ведьма до либо работаете в эзотерике проводите какие-то чистки я могла сказать что вот вы мак огня как минимум как максимум ваша задача например в чистках все время закачивать энергию в человека потому что здесь очень много огня здесь очень много энергии если вы работаете например как у вас будут какие-то нет традиционные методы свинит у человек торт сел давай поговорим что у тебя там нет вот вы придумаете какие-то экстремальные упражнения причем опять-таки экстремальные когда надо человека прорвать на эмоции вы можете прям причинять большую боль еще больше которой есть человека чтобы его прорвало на эмоции чтобы он очистился здесь вот какие-то такие методы достаточно жесткие но они рабочие и это все связано с тем что вы как будто бы либо помогаете человеку определиться с каким-то выбором и выйти из болезненной ситуации разрешить ее либо наоборот привести человека к какому-то балансу который опять же таки поможет ему выйти из какого-то болезненного опыта каким образом это делать вот просто любопытно стало восьмерка кубков туз жезлов во первых вот я говорю вы энергию вкачиваете вы даете какой-то шанс либо показываете на какой-то шанс причем знаете и не очень-то и надо было дать себе то есть что-то и грустишь что-то переживаешь ты принципе ничего и не утратила как будто в акцент делайте о том что нужно двигаться дальше ничего страшного что ты что-то оставил позади ты найдешь лучшее впереди вот вы как-то вот вселяете здесь мотива мотивационный аспект тоже присутствует но вы не вселяете глупую надежду а вы какую-то вот то жесткие направлении типа выбирай либо ты вот так сделаешь либо вот так и это и другое в принципе она достаточно болезненно но неважно чтобы вы выбрали это будет эффективно ну не вы ваши подопечные это будет эффективно но это очень больно как-то с дальнейшим движением это связано когда отставляешь опыт опыт позади когда нужно двигаться дальше вот как как волшебный пендаль на так хорошо ну и последний вопрос какой профессии вы бы хотели заниматься да то есть что вы будете получать большие деньги да я сказала давай теперь посмотрим какой профессии вы бы хотели заниматься ну приехали на пашкуков а хотела бы я заниматься поэзией хотел бы я заниматься творчеством либо то что связано с интуиции либо знаете умением находить какие-то правильные слова для того чтобы поддержать другого человека но при этом у вас за плечами будет похуже багаж хочется сказать ты сначала свои проблемы решит а потом будешь мне указывать но либо советовать но вот как раз так из-за того что у вас не решены какие-то ну травмы не знаю сценарий неважно вот как раз таки благодаря этому умеете находить правильные слова для других здесь какая-то такая профессия где вы действительно можете помогать то есть вы не самозванец вы действительно можете помогать другим но при этом свои какие-то моменты вы ну решать вас не получается кое еще профессии вы хотели бы заниматься ну вообще замечательно смотрите вот вы как двоечки да у вас один потенциал а вы стремитесь к чему-то другому искать вот у вас по вырождены гладиатором а вы хотите стать этим как он называется уже забыла врачом который лечит животных там птичек рыбы кошечек и так далее даже не собачек понимаете но вот представляете как гладиатора до из древнего рима сделали из него ветеринары вот вспомнила и сделали из него ну вообще но вот здесь то то есть вы хотели бы заниматься профессии по тройке жезла возможно это бизнес какой-то там где есть продажи там где есть какая-то договоренность либо там где вы видите какую-то перспективу на что-то что связано с будущим с развитием профессия в которой возможно вы помогаете людям прожить 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 пятерку кубков какие-то разочарования прожить какие-то разочарования связанные с тем связаны с верховной жрицей то есть здесь возможно что-то такое тайная сокрытая эзотерика то есть возможно здесь люди приходят к эзотерике через какое-то разочарование возможно через какой-то болезненный опыт то есть не случайно да люди приходят к эзотерике не в плане теории а в плане практике на интересный момент они все разные вот но в принципе работа например с интуицией я не знаю как это связано понимаете здесь не важно как карты показывает сколько раз бы мне не говорили что мое восприятие чисто субъективное но моей интуиции говорит я ей полностью доверяю она говорит о том что вот то на что способны вы возможно она и пересекается каким-то образом с тем с той профессии который бы вы хотели заниматься но дело в том что ваши задатки скажем заводские так скажем программы до настройки они направлены на огонь а вы хотели бы заниматься с водой возможно ли это в жизни вообще все возможно да если захотеть и совершать правильные шаги вы сможете это сделать но с другой стороны иногда стоит задуматься а нужно ли мне это то есть в принципе да то что я сказала изначально какая профессия поможет вам раскрыть ваши таланты дату с кубков и пятерка мечей они очень пересекаются в некоторой степени да с тем чем вы хотели бы заниматься только заниматься по-другому нет и не так не так допустим не через эзотерику а по-другому я сказал уже как-то например больше по через психологию к примеру либо они не знаю через нлп но вот как-то более приземленно понимаете не не совсем про потусторонний мир и тонкий план не исключено да то есть я никогда вообще ничего не исключаю в желательно чтобы соединить абсолютно все если вам удастся но я бы попросила вас чтобы вы задумались немножечко над тем что вы уже имеете над своими способностями ведь они вам даны не случайно вообще на самом деле наши таланты с которыми мы рождаемся они не случайно не наработаны если вы верите в реинкарнацию они наработанные ни в одном воплощении то есть то что дается человеку вот то что вот мы видим например маленькие дети играют на разных инструментах с детства либо поют у них прекрасный голос эти их таланты они не даны с небес это то что душа нарабатывала заплащение воплощение вы конечно же можете пойти новым путем и выбрать для себя какое-то новое направление и посвятить там например все свое воплощение наработки этого таланта да не запрещено но если душа нарабатывала что-то ни одно воплощение и у вас это выражается как само собой разумеющиеся да как талант который здесь я вижу может быть стоит задуматься развивать его и дальше потому что ну нет пределу совершенства вы можете это делать ну либо если то что вы хотите делать делать не не по-другому а через то что вам дается естественно то что ваши вот мы говорим да вот это вот мое я могу это делать я это дело с детства вот мне это нравилось вот подумайте потому что это очень мелко вот то что вы хотите по энергетике для меня если мы уберем верховную жрицу как великий орган но паш кубков тройка жезлов пятерка кубков это как-то вот очень мелко мелко для вас для вашего потенциала потому что у вас есть король жезлов понимаете король это ваш талант решительность мужественность там отвага храбрость умение принимать решение позитив а вы хотите работать с людьми разочаровывавшегося в жизни по пятерке кубков которые что-то утратили но папа жил кубков я не знаю как-то работать это мелко вы вам это быстро быстро наскучит потому что вам нужна движуха вам не нужен азарт вам нужен какой-то интерес огненность подвижность а не случайно я сказала огненный маг до боевой маг а то тело магия там не знаю воды а другое дело другое дело огненность там где есть движение там где есть преодоление а вы хотите ваше право вы подумайте я рассказала вы напишите вы сами слышите свой отклик душе если все же это ваше я пожелаю вам удачи а всем остальным я хочу пожелать прекрасной недели всего вам самого наилучшего живите творите любите открывайтесь этому миру мир о вас заботится поверьте в это и проверьте я с вами прощаюсь до следующего расклада всем пока пока пока